Программа «Код доступа» Это обставили как ультиматум А американцев потребовали не больше, не меньше, как отменить санкции против России Закон Магнитского, закон о поддержке свободы в Украине Сократить военные контингенты, инфраструктуру на территории стран НАТО, вступивших в альянс после 1 сентября 2000 года А еще, это самая вишенка на торте, компенсировать ущерб, причиненный России, цитата, «вынужденно введенными контрсанкциями» То есть, то, что мы помидоры тракторами давили, в это тоже проклятые пиндосы виноваты Вообще-то, это богатая идея, у нас еще, например, гаишники взятки берут Тоже можно эту сумму взяток требовать в США, потому что все равно во всем пиндосы виноваты А вот еще у нас из-за закона Магнитского, из-за закона подлецов Дети умерли, которых не отдали американцам, они уже практически были усыновлены Вот можно потребовать с Америки также моральный ущерб, грубо говоря, Российской Федерации За то, что эти дети умерли, они были усыновлены Ну, а поскольку родителей у них нет, то платить это как раз в казну Российской Федерации Ну, очень фантастический ультиматум, который обычно выдвигается, но все-таки поставленным на колени противнику И так вот и можно было бы ожидать, что в случае непринятия ультиматума бомбить Нью-Йорк будут Ну, в крайнем случае, будут бомбить Воронеж Ну, и, как я сказала, на самом деле реальной альтернативой для американцев, если они не примут ультиматум Был всего лишь вот этот договор об утилизации избыточного количества оружейного плутония Конечно, вот это тот случай, когда авторитарный правитель не может позволить себе, на мой взгляд, выдлить клоуном Вот когда говаривал Нью-Йорк, пусть ненавидят, лишь бы боялись, но вот пусть ненавидят, лишь бы смеялись, не получалось Потому что я даже обращу на ваше внимание, что никто на Западе и не воспринял это в качестве ультиматума, выдвинутого России Все так и писали, вот Россия вышла из договора Что там еще были какие-то совершенно комичные условия, но не заметили Потому что с таким же успехом Россия могла бы потребовать от Барака Обамы раздеться до гола, посыпать голову пеплом И вообще весь сенат, чтобы явился в российское посольство с веревками на шее А вот если он откажется, то мы, то мы, то мы Ну, да, то у нас, значит, на всех закусочных будет подаваться Обама во фритюре Как уже подается? Ну, первое, что заметил уже прекрасный Илья Марламов и гигантское количество примеров привел Что вообще-то у нас российские власти просто заявлялись, что западные санкции не приносили ущерб российской экономике А напротив, так ей помогли, так ей помогли Соответственно, но получается, что это мы должны приплатить за то, что они ввели нам санкции И, собственно, чем объяснить поведение Кремля Вот мой друг Антон Носик написал, что это фантастическая история Когда в ответ за возможные последствия для друзей Путина Да нам угрожают начать ядерную войну Ну, ядерную войну, все-таки, писал Носик, раньше как-то предполагалось начинать за светлые идеалы коммунизма Вот теперь вот просто завил и вница и все про такое прочее На самом деле, там история более прозаичнее и приземленнее Никто ядерную войну не собирается начинать А, собственно, что такое этот договор? Он не имеет никакого отношения к договору о ограничении стратегических вооружений Согласно которому мы как должны были иметь с американцами вместе по полторы тысячи боеголовок на брата примерно Так и будем продолжать иметь Он имеет отношение только к тому оружейному плутонию Который достаточен для того, чтобы снарядить аж 17 тысяч боеголовок Который согласно договору об СНВ оказывается избыточным И вот в 2010 году обе страны договорились, что надо переработать 34 этого излишнего оружейного плутания Что к 2018 году обе страны сделают свою инфраструктуру И, кстати говоря, вот именно так даже в 2010-м они договорились, что перерабатывать этот плутоний Можно только путем превращения его в то, что называется МОКС-топливо То есть смешанное окисленное топливо, которое дальше идет на топливо в ядерном реакторе И американцы собирались перерабатывать свой плутоний в Саванна-Живо Там уже имеется гигантский комплекс, это одно из самых грязных мест на свете Соответственно, в дополнение к уже существующим мощностям строили там завод Еще раз для того, чтобы смешать оружейный плутоний с природным или объединенным ураном И потом использовать его как топливо из низкообогащенного урана для легководных реакторов И вот в апреле администрация Обама стройку останавливает Причем причина не имеет никакого отношения к России Потому что, если говорить по-прямому, то американский бюджет опозорился Он начал строить этот завод в 2007 году Завод должен был стоить 5 миллиардов долларов 5 миллиардов долларов вот к настоящему моменту потратили Оказалось, что надо потратить еще 12 миллиардов А что там все-таки на этот завод есть ежегодные ассигнования Они были где-то около 340 миллионов долларов При таких темпах строительство должно было завершиться к 2048 году Переработка в МОКС топлива оружейного плутония в год должна была стать где-то миллиард долларов То есть 50 миллиардов и того получалось весь проект Причем, как я уже сказала, самое главное, чтобы потом это надо было использовать в качестве топлива в электростанциях В Америке больше 100 ядерных реакторов Все они в частных руках И для того, чтобы использовать МОКС топлива вместо низкообогащенного урана Надо немножко переделать реактор Ну, примерно как вы, если бензиновый двигатель хотите заставить работать на дизеле Вам надо немножечко переделать Соответственно, просто представьте себе, какова... Это вполне технически возможно Но представьте себе, какова себестоимость МОКС топлива Если в него заложено вот 50 миллиардов этих издержек Естественно, получился экономически запнутый отрицательный круг Когда ни одна американская ядерная электростанция сказала А мы не хотим это покупать по такой цене Да еще для этого нам надо что-то переделать Альтернативный способ это смешать со специальным порошком Запечатать контейнеры и похоронить все это в подземных соляных пещерах Нью-Мексико Все это обходило с Америки 400 миллионов ежегодно И, в общем, короче говоря, Обама сказал Нет, мы в эту черную дыру бросать деньги не будем То есть соображения были чисто экономически Потому что если 60 лет все технологии развивались под уран Если вы предлагаете на рынке экспериментальное топливо В него заложена цена 50 ярдов Если при этом вам надо еще переделывать для этого реактор И у вас частный реактор, ну хрен кто его купит То есть США оказались перед перспективой Они тратят 50 миллиардов долларов Они перерабатывают смертельно опасный оружейный плутоний В такую же смертельно опасную и никому не нужную дрянь Они эту дрянь не могут продать Они это делают на заводе, который сам по себе является объектом повышенной опасности И, конечно, после того, как случилось фукусима То зеленые еще начали проедать все пьешь Теперь вопрос Что же российская сторона? Потому что, ну, обычно случается как Что если американцам что-то стоит 50 миллиардов То нам это стоит все 100 И если американцев это занимает 40 лет То у нас это занимает тоже 80 Теперь у нас есть две разницы Первое. Конечным потребителем МОКС-топлива в США является реактор легководный А в России его потребляет реактор на быстрых нейтронах В США последний такой реактор закрыли в 1992 году В России реакторы на быстрых нейтронах используют флот Белоярская АЭС Причем реактор БН-800, который вот только что построен на Белоярской АЭС Он специально построен под то, чтобы потреблять МОКС-топливо То есть у нас есть конечный потребитель Но самое главное, что мы-то действительно свой завод построили Мы его построили в Железногорске Это, естественно, все закрытые детали И детали, я не знаю, но уже после того Вот я тут хочу дополнить тому, что я писала в новой газете Мы действительно построили свой завод Мы его строить начали в 2012 году Мы его построили всего за 250 миллионов То есть у нас есть живодействующий завод и живодействующий реактор Мы упущены только что Завод стоил нам не на порядок, а на два порядка Порядка дешевле американского Более того, он строил нам дешевле, чем американское годовое захоронение Это еще не все, потому что МОКС-топливо Это, в принципе, мечта идиота Потому что что такое реактор-размножитель? Это, как объясняли там вот в МИФе Это когда ты в печку суешь два полена, жаришь яичницу, а вынимаешь из печки три Это замкнутый ядерный цикл и замыкание топливного цикла от технологий завтрашнего дня В общем, те, кто обладает этой технологией, будут держать весь рынок при условии, если мир начнет строить реакторы-размножители Естественно, что сейчас это немножко по-другому Потому что при том уровне коммерциализации, который сейчас существует, идея Сейчас МОКС-топливо это как Тесла и Илона Маска Она дороже обычного авто, а МОКС-топливо дороже обычного урана Потому что 60 лет весь цикл топливный, который существовал на ядерных электростанциях, был заточен именно под уран То есть, и того соглашения 2010 года свелось к тому, что США должны были потратить на 50 миллиардов долларов, чтобы построить опасный объект На котором они перерабатывали одну никому не нужную отраву в другую никому не нужную отраву А Россия научилась действительно использовать свой платоник в качестве топлива для реакторов-размножителей Обама закрывает завод При этом он действительно обидел Путина Потому что он невольно продемонстрировал действительно низкий вес Путина в мире Вот трудно представить себе, что в разговор халадной войны Вопросы об уничтожении оружейного плутония решались с точки зрения экономики Не пожалели бы тогда США любых денег То есть российский ультиматум в этом смысле являлся реакцией на обиду со стороны Обамы Более того, поскольку в мире, в котором живет Путин, нет предумышленных обид, есть только преднамеренные акты вражды Соответственно, в Кремле никогда не признаются, что они всего лишь реагируют Отсюда вот фантастическая форма этого ультиматума Заплатите нам контрибуции, придите к нам с веревкой на шее, а не то, как в песне Высоцкого мы напишем «Спорт лото» Но самое главное другое Вот вся эта история, что у нас есть реальная, есть высокая технология круче американской Естественно, никто не знает подробностей Может она там с большим количеством нарушений техники безопасности Может там что-то уже было, может мы только модернизировали Но, кстати, тем не менее Мы построили за 250 миллионов долларов то, что американцы истратили Не смогли решить проблему даже за 50 миллиардов Посмотрим, какие были у нас варианты действий Ну, наверное, два Первый вариант действий, если действительно у нас есть технологии, а американцев нет Можно было сказать, ну, ребят, давайте мы вам продадим технологию за два ярда Если вы такие вот глупые А хорошо, допустим, это технология завтрашнего дня Тот, кто владеет, ей владеет будет всем рынком будущего В этом я сомневаюсь, потому что рынок, как я уже сказала, заточен под уран Ну, хорошо, второй вариант Американцы, если вы такие дураки Давайте нам ваш оружейный плутоник, мы его переработаем в топливо Понятно, что отношения между нашими странами сейчас не такие, чтобы предлагать переработать американский оружейный плутоник Но такими эти отношения сделали не США И мне кажется, что вот эти два варианта упущены, и о них никто даже не задумался Это гораздо хуже характеризует Россию, даже хуже, чем вот этот поставленный ультиматум Потому что именно когда отношения между странами взаимодоверия и взаимозависимости, тогда и возникает синергия Вот, откровенно говоря, Путин начал в Сирии операцию по принуждению США к любви Чем это закончилось, мы сейчас все видим Новыми резолюциями Совета Безопасности, которые мы вынуждены блокировать о прекращении бомбежек в Алеппо Вот мир, в котором мы перерабатываем американский оружейный плутоний, владея более высокой технологией, которую по каким-то причинам американцы не смогли реализовать Может быть, просто потому, что у них более высокие требования к безопасности Это мир, в котором Америка гораздо больше зависит от России, чем мир, в котором Америке предъявляются безумные и абсолютно смешные ультиматумы В России обозначилась новая тенденция очень высоких сумм, которые требуются на исках об оскорблении чести и достоинства и деловой репутации или возбуждении религиозной и национальной розни Вот сразу несколько таких исков, которые в конечном итоге связаны с уменьшением территории свободы прессы, которые без того сужаются, как шагреневая кожа, мы наблюдаем в последнее время Первый из этих исков, это иск, который только что проиграл в первой инстанции Носик, который Сирию стереть с лица земли 500 тысяч рублей 3 миллиона рублей просит Вера Серова с историка Бориса Соколова Дымарского и Эха Москвы Вера Серова это внучка первого главы КГБ СССР за оскорбление и памяти ее отца и так далее, в деда И 3 миллиарда неслыханная сумма просит Роснефть с РБК Ну, самая простая история с Носиком Да, там понятно Был расчет на то, что Сносик струсит, уедет, ему влепят двушечку, объявят в розыск Он будет сидеть в своем Израиле и даже не сможет жаловаться, потому что если он будет жаловаться, то выяснится, что вот какой нехороший человек призывал бомбить Сирию Вот видите, кто виноват, а вы говорите, что мы в России бомбим Сирию А это он, кто виноват, Носик Носик спутал игру, не уехал, пришлось вместо двушечки давать 500 тысяч штрафа Что в принципе невозможно, поскольку норма о 500 тысячах была принята после совершения Носиком своего страшного преступления Соответственно, Носик перевернул столы и обратил эту игру против государства И сейчас пытается, в чем я ему настоятельно желаю успеха отменить 282 статью Потому что дело же, конечно, не в Носике, а в том, что это сигнал Сигнал такой, если знаменитому Носику 500 тысяч, то всяким разным по провинциям будете сидеть И, собственно, уже сидят, и сидят в том числе те, кто призывал не бомбить Сирию То есть, как в анекдоте Ты за что сидишь? За анекдот против Радика А ты за что сидишь? А я за анекдот за Радика А ты кто? А я сам, Радик Ну вот, к тем временам, когда были такие анекдоты Это иск внучки первого главы КГБ Веры Серовой к Соколову Один из лучших российских историков Эхо Демарскому Я очень много этот иск комментировать не буду Все-таки у нас эхо Но напомню, что в России в связи со спросом на уропатриотизм Косяком идут публикации всяких фальшивых мемоаров И вообще есть целая индустрия, производящая всякие уропатриотические книжки О том, как Польша начала Вторую мировую войну, в которой мы сражались против США и тому подобное Естественно, есть и подлинные книжки И вот вышла книжка, которую, когда я ее искала купить в интернете Я с удивлением увидела, что автор ее обозначен так Автор Александр Хинштейн, Иван Серов Вот Серов в записке из чемодана И это меня как-то очень сильно удивило, потому что, как бы сказать Вот я держу в руках книги «Свитки Мертвого моря» полное издание И сверху написано, что их издал Геза Вермес Ну, понятно, что здесь делает имя господина Вермеса Это имя знаменитого ученого, который перевел все это с арамейского на английский И там вот в 2006 году вышла книжка «Евангелие Иуды», переведенная Родольфом Кессером, Марвином Мейером, Грегором Верстом Это знаменитый проект, за который заплатил огромные деньги National Geographic И понятно, опять же, что имена этих людей делают на обложке этой книги Потому что «Евангелие от Иуды» – это рукопись, которая имела очень несчастливую судьбу Ее сначала, она сначала размокла в непривычном климате А потом ее заморозили, сунули в морозилку И к тому моменту, когда ее купил National Geographic Она представляла из себя, знаете, вот почерневшие хлопья, сиротливо лежащие на дне коробки То есть эти люди проделали не только перевод, а гигантскую работу по собиранию конструктора «Лего» Из того, что вот им осталось А что господин Хинштейн ими делает в качестве автора? Он что, эти мемуары с арамейского переводил? Вот второе Внутри этого проекта Хинштейна содержится, мягко говоря, некоторое количество не очень правдоподобных высказываний Абсолютно ничего в этом удивительного нет, потому что вот мемуары этих персонажей Это персонажи, которые расстреливали поляков, ссылали народов Которых заключенные, которых подсудимые писали, что они роют тоннель из Бомбея в Лондон Вот когда люди, теряющиеся, занимают... Ведь большинство мемуаров этих персонажей Мы должны помнить, что это люди, которые осуществляли массовые убийства У которых на страницах протоколов тоннели из Бомбея в Лондон Которые расстреливали поляков, ссылали народы, занимались общим геноцидом страны Но когда тоннель из Бомбея в Лондон, там полностью теряется различие между реальностью и вымыслом То есть это мемуары, написанные персонажами Орела Вот я помню, как газета «Известия» в 2009 году к вопросу о мемуарах ветеранов НКВД Опубликовала воспоминания некого полковника НКВД Николая Евдохимова Который в 1942 году спас Москву от немецкой суперпушки «Большая Берта» А все думали, что это, пишет Евдохимов Разрываются снаряды на окраинах Москвы от Фау-2 А это оказалась «Большая Берта» И он там подробно рассказывает, как он разведчиц Наташу и Шуру отправлял через фронт Как они выяснили, что это была «Большая Берта» Как за уничтожение суперпушки присваивали звание Героя Советского Союза Но дальше возникает вопрос, а как это, а что это? А как вообще... Да, «Большая Берта» была только в Первой мировой войне Во Второй мировой войне ее не было А никаких Фау-2 никто не мог заподозрить, что они падают на Москву в 1942 году Потому что Фау-2 начали падать на Лондон только в 1944 Не говоря же о том, что никакая суперпушка не стреляла по Москве Точка, вот не стреляла Это элементарно проверить Единственная суперпушка, которая была, это был Густав, который был под Севастополем Понятно почему, да? Потому что полковник НКВД господин Евдокимов Видимо, его взяли на всякие детские утренники рассказать о боевых подвигах О боевых подвигах нечего было рассказывать Вот у него чего-то там в голове смешалось, он потом сам поверил Он, может быть, искренне в это верил, что показывает, конечно, уровень наших полковников НКВД А вот, да, это случай непреднамеренного вранья Случай преднамеренного вранья Знаменитые мемори Судоплатова В которых написано, что Оппенгеймер Был, глава Манхэттенского проекта Был советским шпионом Вот мы точно знаем из записок Александра Васильева Который как раз подлинный Который является собой потрясающий источник Напомню, что такое записки Александра Васильева Александр Васильев это журналист, а перед этим чекист Который в начале 90-х получил доступ к архивам советских спецслужб Что мог, записал в записки Потом, когда убежал на Запад, прихватил их с собой И вот из записок Васильева выясняется, что когда Оппенгеймер отказался сотрудничать с советскими спецслужбами То они предприняли гигантскую кампанию по его дискредитации Которая, кстати, завершилась тем, что у него американцы отобрали ядерный допуск И, собственно, видимо, мемуары Судоплатова Это часть этой кампании по дискредитации Нарочно это сделал Судоплатов или нет, мы уже не знаем И вот в данном случае этот иск госпожи Веры Серовой можно приветствовать Потому что в мемуарах, авторами которых значатся господин Хинштейн и товарищ Серов Официально значатся, есть некоторое количество не совсем вероятных историй Например, там есть... вот я здесь буду пользоваться историями Бориса Соколова Там есть история о том, как русские пытались завербовать германского промышленника Вхожего к Гитлеру на женщине Но когда ему показали компрометирующую фотографию, он просто засмеялся и попросил еще Эпизод этот, как две капли воды, напоминает соответствующий эпизод из 17 мгновений войны, весны И, на мой взгляд, конечно, Борис Соколов тут был излишне категоричен Потому что, конечно, мог ли господин Серов сам заимствовать этот эпизод? Да запросто, таково свойство человеческой памяти А вот если говорить о другой ошибке Например, когда в записи, относящейся к июле 1945 года Серов вывозит из Германии оборудование И говорит о том, что в гироскопе есть машинка с программным управлением То это с трудом можно себе представить себе, как в дневниковой записи от 1945 года Серов мог сделать такую ошибку, написать такое Потому что первый промышленный станок с программным управлением И, соответственно, само слово «программное управление» появилось в США в 1952 году Перерыв на новости Программа «Код доступа» Программа «Код доступа» Юлия Латанина «Код доступа» Я говорила о иске к историку Борису Соколову Со стороны госпожи Веры Серовой Внучки первого председателя российского КГБ Я могу сказать, что я очень приветствую этот иск Потому что есть определенные стандарты издания мемуаров и научных книг Вот те же самые упоминаемые мной записки Васильева, которые я с восторгом прочла Они лежат в интернете Вывешены их сканы Вывешены их переводы на английский И поскольку они фрагментарны, чтобы сделать книгу Да, есть тексты Васильева и его западных авторов Но мы можем всегда вот это сверить Соответственно, возникает вопрос Почему сканы того, что писал Серов, а он что-то писал совершенно несомненно, не выложены в интернет? Выложить эти сканы в интернет Это будет действительно документ эпохи, что бы он ни характеризовал А самое главное, что вот все вот эти вот загадочные вещи Вроде с танковстограммным управлением дневниковых записей от 1945 года Вот когда начнется суд, ведь будет же очень просто доказать Это подлинная запись или неподлинная Покажите нам, пожалуйста, подлинную запись дневникового Тарща Серова от 1945 года О станке с программным управлением И еще маленькая деталь, которая связана с тем, что Вера Серова там еще и обижается Что ее дедушку называли палачом Ну, я не знаю, как назвать человека, который отвечал в том числе За массовые депортации народов и за расстрел польских офицеров И вот по этому поводу я очень вот что хочу сказать Очень часто у нас говорят, что вот, мол, да, российская история кровава, но на Западе свои есть У них есть Гитлер, у них есть Нерон, у них есть Генрих VIII Мало чего у нас есть Иван Грузный Вот я хочу сказать, главная разница между историей Запада и Востока заключается в том, что на Западе тоже бывали сумасшедшие короли Бывали эрисы Таргерины, но их никогда не воспевали Каллигулы и Нерон были чудовища Так они остались как чудовища Генрих VIII был чудовища Так он остался как чудовище А Восток – это способность царя навязать свой тоталитаризм как нечто священное Это когда потом все простираются Ницпузом и говорят Великий Иван Грозный, Великий Сталин, Великий Мао В истории России был период, когда правители оценивались адекватно Это Российская империя Вот от Петра Великого до Николая II В общем-то, нечего прибавить и убавить оценки обществом людей И третий иск, о котором я хочу сказать Это иск Роснефти КРБК на 3 миллиарда рублей А, собственно, в пандан к этому иску как раз родилось известие на этой неделе о том, что правительство РФ разрешило Роснефти купить контрольный пакет акций Башнефти Где-то 330 рублей это, видимо, будет стоить И можно вопрос задать идиота А зачем госкомпании покупать госкомпанию? Вот я у своей гостиной купила стул для своей столовой А из этой истории с продажей Башнефти вероятное будущее Ясно, что, как говаривал Марк Твен, слухи о моей кончине преувеличены И слухи об административных поражениях Игоря Ивановича Сечина тоже преувеличены И вот на фоне этих административных побед мы видим судебную активность Сечина и Роснефти Мы видим, как он выиграл иск видомостям с обязательством уничтожить тираж про поместье на Рублевке Он подал иск новой, Роснефть подала иск РБК на 3 миллиарда рублей И что самое, на мой взгляд, интересное в этом иске Напомню, что говорилось в статье РБК В статье РБК говорилось, что Игорь Иванович Сечин просит продавать Роснефть таким образом Чтобы блок-пакет не мог быть перепродан компании BP Которая без того уже владеет почти 25% акций компании И, значит, вот эта информация, как заявляют в суде адвокаты Роснефти Причиняет компании репутационный вред А теперь, что мне нравится в этой ситуации Можете просто набрать Ходорковский и ExxonMobil в Яндекс.ру И вам вылезет, что это сволочь Ходорковский Хотел продать ЮКОС Пиндосом больше 25% Слава Богу, великий Путин это остановил И вот, ребяточки, одну секунду На мой взгляд, очень сложно сажать Ходорковского, что он, гад, иностранцам Хотел продать блок-пакет ЮКОСа И одновременно, вздумайтесь, юристы Роснефти в суде говорят о том Что подозревать Игоря Ивановича Сечина в том, что тот не хотел продавать блок-пакета иностранцам Это клевета и ущерб А в годовщину убийства Политковской Которая до сих пор не раскрыта в том смысле, что не найден заказчик Случилась еще одна громкая история с Чечнею Которую меня просят прокомментировать И которая, собственно, бы осталась, вероятно, незамеченной Если бы, собственно, не реакция 4 октября, накануне дня рождения президента Чечни Кадырова В Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам В нем принимали участие сыновья Ромзана Кадырова И по счастливому совпадению они победили своих соперников А выиграл турнир 10-летний Ахмат Кадыров Который нокаутировал своего противника на 14-й секунде Ну, в общем, император Нерон побеждал во всех состязаниях, в которых он участвовал Собственно, никто бы этого не заметил, если бы Федор Емельяненко не написал об этом Емельяненко, напомню, Федор 4-х кратный чемпион мира по боям Смешанным боевым единоборством 9-х кратный чемпион России Лучший борец ММА в тяжелом весе с 2003 по 2010 И, кроме того, к нему очень хорошо относится Владимир Путин Он тоже член Единой России Он очень выцерковленный человек И не написал он в своем сообщении вообще ничего такого Не написал о победе сыновей Кадырова Он просто написал, что это неправильно, что дерутся дети Да еще и без шлема Потому что есть правила, утвержденные в Министерстве спорта Российской Федерации После этого на Емельяненко посыпались оскорбления и угрозы Очень личное оскорбление Например, чемпион России чеченский боец Абубакар Вагаев Написал, цитирует «Ты потерял последнюю каплю уважения к себе после своего гнилого хода Ты опустился в наших глазах, петух» А другой чеченский боец Беслан Ушуков написал «Ты шут гороховый, мальчик для битья тебя, что зависть душ от петух» Глава парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что ему, то есть Емельяненко Прежде всего стоило проявить заботу о своем младшем брате Это могло бы его брата спасти от участия наркомана и насильника Глава личной охраны Кадырова Абезайд Весмурадов заявил, что Емельяненке Нужно вспомнить свой последний поединок, цитирую В котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира Но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Майдонада Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что, цитируя «Достойные парни из авторитетных и уважаемых кругов никогда не подпускали Федю к себе Из-за его полного несоответствия подлинным мужским понятиям и ценностям А кем бы ни был человек, ему придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес моих дорогих племянников Аллах Акбар Кстати, напомню об авторитетных и уважаемых парнях, которые не подпускали никогда Федю к себе Есть очень много фотографий Емельяненко и Путина Путин специально приезжал на его матч Есть фотографии, где они жмут руку и так далее Ну и на фоне, в общем, всех этих историй слова Кадырова еще выглядели довольно сдержанно Самые удивительные при этом слова еще до того, как все поднялось, сказал судья, который матч судил Потому что он сказал, что, оказывается, это все было понарошку Это был розыгрыш, это было не падение от удара, это про нокаут Кадырова, как могло показаться со стороны Знаешь, это были показательные поступления и так реалистично получилось, что некоторые проверили И дальше произошла удивительная вещь, потому что российское общество оказалось расколото по национальному признаку Получилось так, что практически все, кто поддержали Емельяненко, были чеченцы А практически все, кто осудили Емельяненко, были чеченцы А практически все, кто поддержали Емельяненко, были русские Вот оказалось, что когда у Сирии Василий Уткин зарядил в Твиттере опрос, а вы за кого То 94% оказалось за Емельяненко Даже сутки Новороссии запостили опрос, и там 91% оказался за Емельяненко. Украинский борец смешанного стиля Никита Крылов вызвал на бой чеченского спортсмена за то, что тот сказал про Емельяненко. Появилась петиция на сайте Change.org защитить нашего спортсмена и брата во Христе от нападок и травли. То есть произошла удивительная консолидация общества. Вдруг на одной стороне оказались Леонид Волков, правая рука Навального, и проправительственный Владимир Соловьев. То есть, простите, произошла фантастическая вещь. Вдумайтесь, политику россиян в Сирии одобряют 53%, Путина поддерживают 84%, Возвращение к Криму одобряют 83%, а Емельяненко поддержали 94% в этой истории. То есть, произошло разделение общества, и, простите, действительно, есть подозрение, что оно произошло по национальному признаку. Из-за чудовищного унижения, которое испытывает и общество, и бизнес, и силовики. И после этого Рамзан Ахмадович вдруг сделал вид, что ничего не происходит, что, да, Кремль, даже Кремль подал голос. Даже уполномоченный по правам детей госпожа Кузнецова заявила, что подала голос. А после этого Рамзан Кадыров заявил, что уверен, что Фёдор Владимирович осознал ошибку. Я не видела, чтобы Фёдор Владимирович Емельяненко, в отличие от красноярского депутата, публично говорил, что он осознал ошибку. И Рамзан Кадыров сказал, что вот он поступит как настоящий русский богатырь, которым его считают тысячи поклонников. Но вот только что он был питоф, и тут вдруг он уже оказался настоящий русский богатырь. Собственно, эта история напоминает нам, во-первых, то самое крутое в России, а то за бомбардировками серии мы забыли. И что критика такая, происходящая из Чечни, это вам низкий даже со стороны Игоря Ивановича Сечина. А во-вторых, этот маленький случай обнажил бездну, по которой ходит Путин в том, что касается его кавказской политики. Потому что в данном же случае речь шла не о какой-то Политковской, не о каком-то Немцове. Речь шла о человеке, который практически ничего не сказал, и который является приближенным и любимым Путином. Ну и последняя история, о которой я хотела поговорить. Обещала я на прошлой неделе поговорить об американских выборах. И много в американских выборах случилось на этой неделе. Во-первых, Джулиан Ассанж наконец опубликовал часть хакнутых писем избирательного штаба госпожи Хилла и Клинтон. Одновременно Соединенные Штаты заявили уже официально, что эти хакеры, которые снабжают Джулиана Ассанжа его замечательной информацией, это российские спецслужбы. Ну а еще в Вашингтон-Пост опубликовала совершенно фантастическую пленку, в кавычках фантастическую, 2005 года. Разговор Дональда Трампа с ведущим, которая абсолютно в духе, это пленка вот тех грязных пленок, которые публиковались нашими спецслужбами или неизвестно кем, про Немцова, когда публиковались прослушки Немцова, прослушки Шендеровича, пленки Касьянова и Пелевиной. С той только разницей, что у Касьянова с Пелевиной, извините, хоть что-то было. А там Дональд Трамп просто рассказывает, как он любит трахать телок. И вся американская общественность негодующего запила, да как же это может быть? Да разве имеет право человек рассказывать в частном разговоре, как он любит трахать телок? По этому поводу не только госпожа Клинтон заявила, что Дональд Трамп не имеет права быть президентом США, такой человек, но и даже некоторые республиканцы сказали, ну это все перебор. И это на самом деле самое страшное, на мой взгляд, во всей этой кампании, потому что, как бы вам сказать, вот когда такого рода пленки, которые не имеют никакого отношения ко взглядам кандидата, никак не характеризуют даже его деловые качества, профессиональные качества, а просто характеризуют, ну вот условно говоря, как он ходит в сортир. Да вы можете снять пленку, на которой ходит человек в сортир и повесить ее в интернет. И будет очень стыдно, человек делает это частным образом. Но согласитесь, вот если у человека понос или запор, это не имеет никакого отношения к тому, может быть, он или не может быть президентом США или любого другой страны. И когда такие пленки вешаются в России, то наше общественное мнение, по крайней мере, либеральная его часть говорит, да что вы, с ума сошли. Это грязно, это мерзость, как это возможно? Дело не в том, что это вешается против воли человека, что это что-то тайное. Если это его тайные счета, то пожалуйста. Если это то, что Трамп, видимо, довольно долго не платил в Америке налогов, то это ради бога, это характеризует его как будущего президента. А вот самое страшное, на мой взгляд, то, что произошло, что вместо того, чтобы сказать, ну как же можно такую грязь вешать и на этом основании еще что-то говорить. А значительная, огромная часть не только демократов, но и республиканцев сказала, боже мой, он такие вещи говорит о женщинах. Я уже говорила, что судьба Соединенных Штатов Америки решается не в Вашингтоне, она решается, я еще раз повторю, замечательную фразу Сергея Гуреева, в Кремниевой долине. И не Трамп, не Клинтон в Кремниевой долине, но заодно итерацию не уничтожит. Но вот что является, на мой взгляд, абсолютно роковым, это поведение большинства американских СМИ, которые видать себя в лучшем случае, как в 1996 году, российские СМИ во время кампании голосу или проиграешь, а в худшем случае просто вот как российское общественное мнение, которое видит пленку Шендеровича, как Шендерович там какой-то Кати Муму, говорит, ну это все, ну это конец Шендеровичу. И на самом деле это вот крах системы свободного мнения, крах свободной прессы. На самом деле крах этот назревал давно, а он назревал в тех вещах, которые касались различных либеральных убеждений, леволиберальных убеждений, продвигаемых различными группами интересов, типа того же самого феминизма, типа того же самого глобального потепления. Когда вдруг оказывалось, как мы видели, скажем, из пленок, опубликованных во время Климат-Гейта, что ученые, которые продвигают идеи глобального потепления, что они договариваются о том, как подделывать данные, что они договариваются о том, как уничтожать морально и общественно своих противников, что они договариваются, они говорят, да, вот сейчас глобального потепления нет, но это не важно, наши интересы важнее. И когда вот это было опубликовано, это не произвело ни на кого никакое впечатление. Даже это не убило идею глобального потепления, потому что идея глобального потепления, ей соответствует некая группа интересов, чей статус в особой степени, чьи доходы в меньшей степени зависят от того, что глобальное потепление есть и с ним надо бороться. Вот такие группы интересов давно перехватили на Западе леверберальную общественную повестку дня. И, собственно, проблема этих выборов заключается в том, что, с одной стороны, соперничает представительница типичных этих групп интересов с человеком, который называет кошку кошкой и говорит, что дважды два четыре, но при этом является чрезвычайно несимпатичным с его личных моральных точек, с чрезвычайно несимпатичным человеком и, скорее всего, просто мошенником. Человек, который не платит американские налоги, который использует любую возможность, чтобы от них уклониться, все-таки, наверное, не очень имеет моральное право быть американским президентом. Но вот то, что происходит с кампанией против Трампа в американских СМИ, но это полный караул, потому что, ну вот посмотрите, что происходило во время дебатов. Во время дебатов был ведущий полностью на стороне Трампа. Выиграл или не выиграл или проиграл Трамп эти дебаты, сложно сказать, потому что если Fox News будет проводить опрос, то вам скажут, что он их выиграл, а если будет проводить опрос в Washington Post, то скажут, что он их проиграл. Но важно что? Что когда вы откроете какую-нибудь газету Guardian, вы никогда не встретите фразу, что дебаты, что ведущий был на стороне Клинтона. Вы встретите фразу, что Трамп сваливает свое поражение на пристрастного ведущего. И что мне не нравится, да вот конкретно. Вот я разберу просто простую историю. А вот обвинение, которое предъявила госпожа Клинтон Трамп во время дебатов по поводу Алисии Мачадо. У Трампа был конкурс красоты. Девица Алисия Мачадо победила на этом конкурсе, потом чудовищно растолстел. Он по этому поводу назвал ее мисс Пегги, свинюшкой. После чего выяснилось, что это содержательная претензия, которая на дебатах предъявляется Трампу. Ну, наверное, да, госпожа Алисия Мачадо, к слову говоря, это женщина, которая занималась сексом в реалити-шоу. Это женщина, у которой байфренд там застрелил кого-то. Есть подозрение, что она при этом сидела за ролью. Судья, который судил этого байфренда, говорит, что она потом угрожала его судью убить. Я совершенно не возражаю, когда человек, да, с кем-то там занимается сексом и снимает это сам на пленку. Это его святое дело. Но получается странно, что госпожа Алисия Мачадо имеет право заниматься сексом, да, вот в этих квазикоммерческих целях. А господин Трамп не может назвать ее свинюшкой. Вот мне это кажется, во-первых, странным. Но самое главное, да, это правда, что Хилари Клинтон у нас большой специалист по феминизму. Например, Клинтон в 2010 году выступала в Саудовской Аравии. Но, наверное, если она Трампу так врезала за свинюшку, то уж как-то она врезала саудитам. Ничуть. Она выступала под женской аудиторией, которая вся была закутана в никабы, и сказала, что американцы должны отвергнуть стереотипы и неправильные характеристики угнетенных саудовских женщин. Вот это мне как-то странно, ведь Трамп не позиционирует себя, как борец за права женщин, а госпожа Клинтон позиционирует. А вот она саудовским женщинам рассказывает, что американцы должны отвергнуть стереотипы. А после этого фонд Клинтонов получает 100 миллионов долларов от саудитов. А после этого госпожа Клинтон не может выговорить слово «исламские экстремисты». Кто устроил это выступление Клинтон? Хума Абедин, ее ближайшая помощница, правая рука. У Хумы Абедин есть один особенность. Ее мама Салихам Ахмуд Абедин – это член организации «Мусульманские сестры». Это аналит мусульманского братства, то есть госпожа Абедин, она родилась в Америке, потом в двухмесячном возрасте ее увезли в Саудовскую Аравию, потом она приехала учиться в Америке в колледж и сразу после колледжа поехала стажироваться в Белый дом. А папа ее, которая из Индии, и мама, которая из Пакистана, они уехали жить в Саудовскую Аравию, но как в 30-е годы уезжали в Советский Союз строить коммунизм. И мама издает журнал, в том числе, в котором рассказывается, и это статьи за подписью мамы, что США сами заслужили 11 сентября, что ислам есть самое гуманное отношение к женщине. Даже была там статейка о том, что защищалось обычай калечить женских половых органов. Вы скажете, дочка не отвечает за родителей. Никаких проблем, конечно, нет. Это, наоборот, замечательно. Вот есть куча людей, которые жили когда-то в исламских странах, которые были приверженцами исламистской философии. Например, знаменитая Аян Херси Али, которая родом из Сомали, которая потом была депутатом голландского парламента. Вот сейчас она живет в США. Замечательно. Самые лучшие антикоммунисты происходят из коммунистов. Будь то Артур Кеслер, Уитекер Чаймберс, Шордж Шоррелл, ура! Хома Абедин, человек, который знает этот мир изнутри, идеальный помощник для Клинтона. Вот проблема. Хома Абедин никогда не говорила о каких-либо разногласиях с матерью. Более того, будучи уже помощником Клинтона, она оставалась, по крайней мере, значилась редактором этого журнальчика. Посмотрите на Хома Абедин, не пожалеете, найдите ее фотографии. Она красавица, она умница. Она была замужем за Энтони Вейнером, конгрессменом, который, кстати, еврейского происхождения. Я ни в коем случае не хочу сказать, что она какая-то скрытая исламистка. Я просто хочу сказать, что это, наверное, бабло. Вот 100 миллионов саудовских денег – это чистое бабло. И, ребяточки, с моей точки зрения, так нельзя. Вот с моей точки зрения, прошу прощения, Трамп имеет полное право назвать мисс Хрюшка и растолстевшую участницу конкурса красоты. Но с моей точки зрения, если госпожа Клинтон называет себя защитницей права женщин, она не имеет права ездить в Саудовскую Аравию, а потом получать от саудитов 100 миллионов долларов и рассказывать саудовским женщинам, что Запад должен преодолеть в их отношении стереотип. Что самое страшное для меня на этих выборах? Не в том, что на них победит Трамп или Клинтон, а в том, что происходит слом системы свободного слова. Этот слом произошел, на самом деле, давно в том, что касалось того же феминизма, того же глобального потепления, где группа интересов, не пользуясь тоталитарной властью государства, а пользуясь таким сетевым тоталитаризмом, сумели навязать обществу свои идеи. И сейчас неожиданно оказалось, что вот эта вот система политкорректности, она уже напрямую участвует в выборах. Всегда все кандидаты были политкорректны. Сейчас один кандидат политкорректен, другой нет. И трагедия заключается в том, что тот кандидат, который не политкорректен, у него, мягко говоря, другие недостатки. Собственно, откуда взялся Путин в этих американских выборах? Возможности Путина вмешаться в американские выборы равны ровно нулю. Зато Путин – это великолепная объяснялка. Это страшилка, что вот, дескать, если Путин за Трампа, то не надо избирать Трампа. А если, не дай бог, Трамп победит, то это объяснение, что, вы знаете, ну это все Путин подделал результаты. Всего лучшего. До встречи через неделю.